Микробы и пробиотики Что такое пробиотики? Если бы меня спросили в двух словах ответить на вопрос, то я сказал бы так. Пробиотики это тип поведения микробов? И вовсе это не название каких-то микробов. Если вы себе уяснили эту мысль, то я бы добавил во вторую очередь, что пробиотики это безопасные и благотворные микробы, способствующие улучшению здоровья людей и животных, улучшению экологии, улучшению среды обитания человека. Справка. В течение 20 века среди ученых определение пробиотиков претерпевало некую эволюцию. В начале 21 века Всемирная организация здравоохранения остановилась на следующих трех определениях. Первое. Пробиотики это средства, после воздействия которых восстанавливается микробиоциноз. Второе. Пробиотики это живые микроорганизмы или препараты, применяемые в адекватном количестве. И третье. Пробиотики это микробы, оказывающие оздоровительный эффект на организм человека. В начале 21 века небольшой бельгийской компании Кризал удалось соединить моющие средства с возможностями живых микробов. Компания Кризал решила называть свои моющие средства с микробами так – моющие пробиотики. Основное преимущество моющих пробиотиков заключается в том, что с их помощью было найдено стабильное решение проблем борьбы с патогенными микроорганизмами и при этом вопросы устойчивости вообще оказались сняты с повестки дня. Какое значение это имеет для организации здравоохранения? Возможность внести вклад в систему, используя то, что стало своего рода революцией, улучшенная гигиена, сокращение расходов, повышенная безопасность и меньшее влияние на окружающую среду. Сейчас воздействие на природу огромное, но пробиотические средства могут быть использованы везде – и в промышленности, и дома, и на рабочем месте. Но сначала мы должны убедить профессионалов, людей из инфекционного контроля. Как только мы посредством наших исследований это сделаем, мы сможем начать распространение пробиотических средств в других областях производства и в домашнем хозяйстве. В этом и заключается причина, почему мы производим товары для домашнего использования. Это большая поддержка, потому что граждане выбирают политиков, и они могут спросить, почему вы не используете пробиотические средства в больницах? Я пользуюсь ими у себя дома, и они работают. Проблема сопротивляемости болезнетворных организмов одинакова во всех учреждениях здравоохранения. Но в своих исследованиях мы увидели, что эту проблему можно решить, и испытания это подтверждают. Вся система здравоохранения действует примерно одинаково во всей Европе. И будет огромным плюсом, если мы сможем распространить пробиотические технологии во всех европейских странах. Я позволю себе еще раз рассказать вам, что такое пробиотики, на наш взгляд. Пробиотики представляют собой споры Bacillus subtilis, которые считаются безопасными микроорганизмами. Пробиотики не оказывают биоцидного действия, в отличие от дезинфицирующих средств. Пробиотики способны колонизировать поверхности, эффективно препятствуя размножению и выживанию других бактерий, в том числе и патогенных, за счет механизма конкурентного ингибирования. Пробиотики экологичны, просты в использовании, биоразлагаемы. Пробиотики воздействуют на окружающую среду, и это воздействие является стабильным с гигиенической точки зрения. Пробиотики способны выживать на небиологических поверхностях и колонизировать их противодействию размножению других бактерий. Пробиотики эффективно работают на поверхностях, которые систематически подвергаются повторному заражению, например, в больничной среде. Пробиотики являются эффективными инновационными продуктами для санитарной обработки. Пробиотики являются единственными, безальтернативными, эффективными средствами, которые способны разрушать биопленку, защитную матрицу патогенных микроорганизмов. Пробиотики представляют собой надежную зеленую альтернативу химическим дезинфектантам, которые используются еще до настоящего времени. Вот что такое пробиотики. Запомнили? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова